Итак, наша сегодняшняя лекция посвящена спектроскопии электронных переходов. На прошлых лекциях, напомню, что мы начали рассмотрение от самого-самого начала. И предметом, собственно говоря, вот всех этих лекций является один ключевой момент — это взаимодействие электромагнитного изучения и вещества. Вещество мы рассматриваем в качестве некой такой квантовой конструкции, некой квантовой такой вот субстанции, которую мы называем ее молекула. Соответственно, эта молекула может находиться в определенных дискретных состояниях. Эти дискретные состояния связаны с определенным количеством энергии, которая может быть распределена между степенями свободы, а именно между вращательной, колебательной и электронными степенями свободы. Как и почему мы вправе рассматривать все эти степени свободы независимо друг от друга? Об этом была специальная часть лекции, посвященная принципу Борна-Оппенгеймера. И также мы уже успели рассмотреть, как себя ведут вращательные степени свободы, как ведут себя колебательные степени свободы, как при этом осуществляются переходы внутри вращательных энергетических структур под воздействием внешнего электромагнитного изучения. Как переходы будут осуществляться, когда мы поднимемся на уровень выше и будем рассматривать переходы между колебательными состояниями, мы сразу поняли, что на один единственный колебательный переход будет наложена своя вращательная подструктура каждого из этих уровней, что приведет к наличию уже не одной единственной линии перехода, а так называемая будет у нас колебательно-вращательный переход с П и Р ветвями. В некоторых экзотических случаях даже с К ветвью так называемой. То есть это будет набор линий, с одной стороны, которая будет называться П ветвь, там будет своя куча линий, Р ветвь со своей также структурой линий, ну и соответственно иногда возможно наличие К ветвь. Теперь нам осталось сделать следующий шаг, еще больше повысить энергию нашего внешнего электромагнитного изучения и рассмотреть, а что же будет при этих полученных энергиях, как же у нас будет происходить перестройка электронных облаков, как мы можем сообщать энергию еще и вот этой степени свободы нашей молекулярной системы. Итак, электронная спектроскопия лежит в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, поскольку энергия квантов в этом диапазоне у электромагнитного изучения составляет порядка единиц электрон-вольт. Если перевести в обратные сантиметры, то один электрон-вольт это восемь тысяч обратных сантиметров. Для сравнения напомню, что такая средняя некая колебательная энергия, колебательного некого перехода будет находиться в диапазоне тысяч, от одной до трех тысяч обратных сантиметров. Итак, наш подход, собственно говоря, вот здесь он еще раз обозначен, а заключается он в том, что мы облановую функцию, как это говорится на языке, фрактализуем, представляем произведение. В результате такого представления мы получаем, что суммарная энергия нашей квантовой системы складывается из суммы энергии, слагаемых электронной, колебательной и вращательной. Все это, опять-таки, вытекает именно из принципа Борна-Опенгеймера. Для себя же мы отметим, что мы просто это знаем, что электронная энергия существенно больше колебательной энергии, а колебательная существенно больше вращательной. Более того, соотношение между энергиями, необходимыми для соответствующих переходов электронных, колебательных и вращательных, соотносятся как единица корень из М на М, МЕК и просто МЕК, где МЕ – это, естественно, масса электронов, М – масса ядра. Итак, прежде чем перейти к молекулярным системам, в самую первую очередь нам нужно несколько отойти назад и упростить нашу квантовую систему до состояния одного атома. В случае, когда мы рассматриваем атом гамильтониан водородоподобного атома, то есть там, где нас будет интересовать поведение одного-единственного электрона, записывается вот таким вот нехитрым способом, где у нас первое слагаемое отвечает за кинетическую энергию электрона, второе слагаемое за его потенциальную энергию. В случае, когда у нас атом усложняется и он становится многоэлектронным атомом, все несколько усложняется. У нас появляется, кроме энергии взаимодействия, потенциальной энергии взаимодействия электронов с ядром, еще дополнительное слагаемое, которое описывает взаимодействие электронов друг с другом. И это есть некое усложнение, которое мешает решать вот такие вот уравнения Шрёдингера для такого гамильтониана непосредственно, впрямую. Поэтому приходится использовать всевозможные приближения. Как, например, есть такое приближение Хар-3. Оно заключается в том, чтобы вот эта вот энергия взаимодействия электронов друг с другом представить в виде некого такого дополнительного слагаемого и не исчислять какие-то межэлектронные расстояния. А, собственно говоря, считать это все послагаемым по каждому отдельному электрону, считая приближенно, что каждый взятый электрон движется в некотором постоянном потенциале, создаваемом всеми остальными электронами. Естественно, это есть только лишь некоторые приближения, которые еще также имеют название приближения самосогласованного поля. Это помогает решать уравнение Шриддинга немножко более простым способом. И если мы теперь обратимся к спектроскопии уже самой непосредственно, то мы в самом простейшем случае можем вспомнить, как у нас выглядит спектр испускания водорода. Для слушателей физтеха эта картинка должна быть вполне себе знакома, поскольку серию Бальмера студенты МФТИ сами наблюдают в ходе физического практикума, непосредственно наблюдают. И из этой самой серии Бальмера, на самом деле, насколько я помню задание этой лабораторной работы, можно вычислить постоянную планку. Так вот, получается, что решение уравнения Шриддинга для водорода подобного атома дает нам набор дискретных уровней с квантовыми числами n равна 1, 2, 3 и так далее. То есть, у нас для самого простого атома получается самая простая энергетическая структура, между которыми между этими, собственно говоря, уровнями энергии возможны переходы. Собственно говоря, в зависимости от того, откуда, куда мы переходим, мы получили так называемые серии перехода. С первого уровня вверх, если мы рассматриваем поглощение, либо же переходы со всех остальных уровней на первый уровень, это все будет серия Ваймана. Аналогично у нас есть серия Бальмера, Пашена и так далее. Квантование уровня энергии записано вот таким вот нехитрым способом. Где 13,6, это, конечно же, в электрон-вольтах. Если мы теперь рассмотрим более сложный многоэлектронный атом, то его уровни энергии уже будут выглядеть более замысловатым способом. Это все будет выглядеть вот в таком вот духе. Где у нас уже появится так называемое орбитальное число L, которое может принимать значение 0, 1, 2 и так далее. Обычно вместо вот этого квантового числа L, вместо численных записей принято использовать латинские аббревиатуры, латинские буквы S, P, D, F и так далее. Вместо значений численных для главного квантового числа N, 1, 2, 3, иногда также используют заглавные латинские буквы K, L, M, N и так далее. При этом каждый из вот таких вот уровней способен принять на себя 2 на 2L плюс 1 число электронов. Связано это с тем, что первая двойка у нас берется из количества проекций спина на некую выделенную ось. Поскольку спина у нас 1, 2 у электрона, то таких проекций может быть только 2. И при этом, при этом у орбитального момента также существует 2L плюс 1 проекция выделенную ось. Таким образом мы получаем перемножение 2 на 2L плюс 1. Но на самом деле и это еще не финал. В том плане, что если у нас есть некая вот такая вот так называемая конфигурация нашего многоэлектронного атома, где мы вот эти орбитали заполнили неким образом нашими электронами, это еще на самом деле не конечное квантовое состояние нашего многоэлектронного атома. То есть таким образом мы пока что еще точно не определили энергетическое состояние. Все-все-все всевозможные электронные конфигурации, которые у нас есть в таблице Менделеева, в этой презентации существуют. Если это кому-нибудь будет интересно и нужно, можно будет обратиться к этой презентации и для определенного атома найти его конфигурацию в так называемом основном состоянии, то есть в невозбужденном состоянии. Однако, почему вот эта электронная конфигурация не является неким точным квантовым состоянием? Почему электронная конфигурация не определяет состояние, энергетическое состояние атома? Все дело в том, что орбитальный момент и спиновый момент между собой взаимодействуют. Это взаимодействие можно понять следующим образом. Орбитальное движение приводит к тому, что у нас появляется связанный с этим движением магнитный момент. Точно так же и спиновое движение приводит к тому, что появляется некий магнитный момент, связанный со спиновым движением. Эти два магнитных момента взаимодействуют друг с другом, как некие два маленькие магнита. То есть два магнита взаимодействуют друг с другом и пытаются неким образом минимизировать свое вот это взаимодействие. Ну или не минимизировать, в зависимости от того, в каком состоянии у нас атом находится. Итого, наличие вот этого взаимодействия магнитного приводит к тому, что мы должны учитывать так называемое спин орбитальное взаимодействие. Для того, чтобы его учесть, вводится так называемый вектор G, который описывает полное количество движений. Как все в квантовой механике у нас высчитывается? Если мы хотим для орбитального момента посчитать его модуль, то в квантовой механике существует вот такого сорта формулы, которые задают модуль величины. При этом все это, конечно, опять-таки у нас квантовые создаются своими соответствующими квантовыми числами. Теперь, если мы захотим два вот таких вот вектора, орбитальный и спиновый, сложить, для того, чтобы получить некий вектор G, который будет у нас полным количеством движения, то в результате мы получим, во-первых, по определению модуль вектора G будет задаваться вот таким вот способом, но при этом мы получим определенное количество возможных вариантов для вот этого G. Оно будет от L плюс S до L минус S по модулю. Чему это приводит? Ну, это приводит, во-первых, к тому, что у нас возможно уже как минимум, как мы понимаем, два состояния, когда у нас магнитные моменты сонаправленные или магнитные моменты орбитальные и спиновые противоположные направления. То есть, соответственно, это будет два разных энергетических состояния, поскольку энергия, потенциальная энергия взаимодействия таких вот магнитных моментов, она различна. Теперь, если же мы попробуем такую же мысль расширить на случай, когда у нас есть два электрона, то здесь возникает, во-первых, первая сложность. Электроны бывают двух типов, эквивалентные и неэквивалентные электроны. То есть, если у нас электроны находятся на одной орбитале, то они, вообще говоря, неотличимы друг от друга. Мы не можем их пронармировать и следить за судьбой каждого конкретного электрона. В квантовой механике это просто запрещено. Ежели наши электроны находятся на разных орбиталях, то тогда у нас как бы все хорошо, эти электроны мы можем пронармировать первым и вторым. Это случай так называемых неэквивалентных электронов. Ну вот, например, мы рассмотрим с вами сейчас на конкретном примере конфигурацию 2P1, 3D1. Соответственно, для того, чтобы высчитать, сейчас мы будем что делать? Мы будем высчитывать полный орбитальный момент этой системы и полный спиновый момент этой системы. Для этого мы найдем с вами вектор L, который складывается из суммы векторов L1 и L2, то есть из суммы орбитальных моментов для каждого электрона. Найдем, соответственно, значение вектора S, который также складывается из спиновых моментов S малая 1 для первого электрона и для второго. Итого, как мы уже видели, вот это вот векторное сложение в квантовой механике, оно у нас будет выглядеть следующим образом. L большое будет от L1 плюс L2 до L1 минус L2 по модулю. Но L1 или L2 достаточно просто высчитать, поскольку мы знаем, P соответствует L равное 1, D соответствует L равное 2. Так все и записано. Таким образом, для L большого, который описывает всю вот эту конфигурацию, для, получается, орбитального момента, который описывает всю эту конфигурацию, то есть описывает наш атом целиком, мы получаем следующие возможности. L большой может быть либо 3, либо 2, либо 1. Ну, со спином здесь все более-менее однозначно. Ну, как однозначно. Спин может быть либо 0, либо 1. То есть наши спиновые S1 и S2 по 1 и 2, они могут сложиться либо противоположно направленными быть, и, соответственно, они сложатся, получится 0, либо они могут быть самонаправленными, когда они сложатся, и получатся единички. То есть здесь все более-менее просто. Итак, после того, как мы высчитали L большое и S большое, теперь нам нужно вычислить их взаимодействие. Ну, что значит вычислить? По большому счету мы должны просто векторно теперь сложить L и S для того, чтобы понять, а что у нас получится в результате. Ну, и, конечно же, для этого мы опять пользуемся этим правилом векторного сложения, квантовым, вот таким вот. В результате мы выходим, что получаем, что у нас должно быть либо от L плюс S до L минус S по модулю вектор G. Таким образом мы получаем с вами в результате для неэквивалентных электронов мы получаем вот такие вот энергетические термы. Вот такое количество штук их получится. Все они представлены вот здесь вот в качестве всевозможных вариаций, ну, от L плюс S до L минус S по модулю. Теперь получается, что одна единственная вот такая вот конфигурация, вот одно единственное такое расположение электронов на этих двух орбиталях приводит нас к вот таким вот потенциально возможным энергетическим состояниям, то есть вот таким вот квантовым состояниям, которые могут реализоваться. В случае, если электроны эквивалентны, нужно проделать по большому счету все то же самое, только при этом еще учитывать возможные проекции, так называемые магнитные квантовые числа M, соответствующие для орбитального момента и для спинного момента. Если для этих двух эквивалентных электронов все это честно выписать, то у нас получится вот такая достаточно большая таблица, в результате которой можно будет сгруппировать различные квантовые состояния и понять, к какому терму они все относятся и, собственно говоря, получится вот такое достаточно небольшое количество квантовых состояний различных для одного вот такого вот, для одной вот такой вот конфигурации, которая задана для данных сущностного углерода. Проекции, соответствующие M, L и M, S, при отсутствии внешнего магнитного поля нам не суть важны, то есть наличие этих проекций, они разные, соответственно, квантовое состояние для различной проекции, они, конечно, отличаются друг от друга, однако энергия для различных таких вот проекций, она будет все время одна и та же, поэтому мы получаем вот такое вот одно единственное энергетическое состояние для, соответственно, различных проекций, как здесь указано. Однако, в случае, если мы начнем прикладывать внешнее поле, то тогда у нас, естественно, все эти состояния, они начнут отличаться друг от друга по энергиям, мы получим так называемые расщепления, и наши спектры, если мы их наблюдаем в отсутствии наличия магнитного поля, они соответствующим образом будут усложняться. Но это несколько выходит за рамки курса. В данном случае моя цель состоит в том, чтобы просто продемонстрировать ту некую кухню, которая очень часто остается как бы за кадром, и которую часто просто не принимает во внимание. Итого, для того, чтобы понять, какой же из вот этих вот возможных реализаций, какая из этих реализаций будет ниже всего по энергии, то есть какая будет реализована в основном состоянии, к чему наша система будет стремиться-то, хундам были сформулированы эмпирические правила, которые позволяли этот терм с наименьшей энергии определить, в случае эквивалентных электронов. Из всех термов, обладающих наибольшей мультипилитностью, а это именно 2С плюс 1 произведение, такой терм будет лежать ниже по энергии, а из вышеуказанных ниже всего по энергии будет находиться терм с максимальным значением L. большой. Два вот таких вот правила. При этом также существует такое понятие, как мультиплет, который может быть нормальный инвертированный. Все это связано с тем самым спинно-орбитальным взаимодействием, которое, вообще говоря, можно считать пропорциональным полному количеству движения G. Для нормального мультиплета, что такое нормальный мультиплет? Это состояние с наименьшим значением G лежит по энергии ниже. Инвертированный мультиплет – это состояние с наименьшим значением G лежит по энергии выше. Обычно нормальный мультиплет реализуется тогда, когда орбиталь заполнена меньше, чем наполовину. Инвертированный, соответственно, наоборот, когда заполнено больше, чем наполовину. Зачем все это нужно? Все это нужно, когда мы начинаем рассматривать спектры чуть-чуть более сложных атомов, чем атом водорода. Например, мы вот сейчас рассмотрим спектр лития. Для спектра лития что у нас, вообще говоря, характерно? Вот, собственно говоря, вы видите те самые энергетические уровни, которые были представлены несколько ранее в слайдах. И, соответственно, теперь нам нужно понять, между какими из этих уровней возможны переходы. переходы возможны. Дельта n в данном случае, то есть правила отбора, которые регулируют эти переходы, дельта n никак не ограничено, а дельта l должно быть плюс-минус единицей. В результате мы получили так называемые серии, так называемые принципиальные, принципов, шарп, дефьюз и фундаментал серии таких вот переходов, связанные с соответствующими значениями дельта l. Однако, если мы теперь внимательно рассмотрим, например, вот эту вот серию, которая называется принципов, переходы из D состояния, мы переходим в S, точнее, из P в S мы переходим, что мы видим? Мы видим, что на самом деле вот эта вот 3P орбиталь, она имеет два различных терма. 2P три вторых и 2P одна вторая. Соответственно, у нас будет вместо одной линии перехода из 3P в 2S состояние, у нас будет, соответственно, дублет. Дублет вот такой вот, так называемый, простой дублет. То есть, это будут две линии, достаточно близко расположены, поскольку расстояние в энергии между вот этими двумя уровнями 2P три вторых и 2P одна вторая, она очень небольшая. Вот, или если мы рассмотрим переход из D в 3D 2P, то что мы увидим? Мы увидим вот такую вот историю. У нас D уровень расщеплен, P уровень расщеплен, но в силу правила отбора мы получаем только вот такие вот переходы. Соответственно, у нас получится так называемый составной дублет. Опять-таки, наличие вот этих вот, такой, так называемой тонкой структурой спектров, оно все вытекает из-за наличия спинно-орбитального взаимодействия. Получается, что для многоэлектронных атомов спектры существенным образом усложняются по сравнению с спектром атома водорода, который является достаточно простым. И теперь, вооружившись всеми вот этими знаниями, можно попробовать себе представить, а как же у нас все это дело будет реализовываться в том случае, если мы теперь к одному атому добавим еще один атом и получим самую простейшую двухатомную молекулу. Ну, следует отметить, что правила отбора для всех вот предыдущих обозначенных переходов здесь перечислены на слайде. Вот мы же двинемся немножко дальше. Так вот, для того, чтобы хоть как-то подобраться теперь к этой двухатомной системе, двухатомной молекуле, была предложена следующая рецептура, следующий подход был предложен. А именно такая была предложена модель построения молекулярных орбиталей. Причем молекулярные орбитали получались с помощью линейной суперпозиции атомных орбиталей. Для того, чтобы такая суперпозиция была более-менее адекватна, существовало несколько условий. Первое. Энергии атомных орбиталей должны быть сопостроенимы, они должны быть сравнимы. Атомные орбитали, второе, должны максимально перекрываться. И третье условие атомные орбитали должны обладать одинаковыми свойствами симметрии, с учетом свойств симметрии, конечно, самой молекулы. То есть, если у нас есть двухатомная молекула, то у этой молекулы естественным образом присутствует ось симметрии. Соответственно, с учетом этой оси симметрии, те самые атомные орбитали, из которых мы хотим теперь составить некую вот такую вот суперпозицию и построить молекулярные орбитали, они также должны обладать одинаковыми свойствами симметрии относительно вот этой вот нашей оси симметрии. Как же строится эта самая суперпозиция? Ну, то есть, что такое суперпозиция? Мы хотим найти волновую функцию для нашей вот системы, состоящей из двух атомов. Самая простейшая, конечно, реализация этого метода, она в данном случае рассмотрена на примере гомоядерной двухатомной молекулы. Итак, как же мы поступаем? Мы поступаем следующим образом. Мы говорим, что наша конечная волновая функция, которую мы ищем, она составлена из суперпозиции соответствующих волновых функций первого и второго атома. Далее мы записываем стационарное уравнение Шрёдингера, из которого следует, что энергия, которую мы ищем, она будет описываться вот таким вот решением. Вот такая форма у нас получается для энергии. Если теперь сюда подставить вот эту нашу суперпозицию в виде С1 на Хи1, С2 на Хи2, то в результате мы получим вот такое вот выражение. Дальше мы должны помнить, что у нас существуют условия нормировки, мы можем ввести некоторые дополнительные обозначения, как, например, интеграл перекрытия S. вот такие элементы, как Хи1, H на Хи1 мы будем обозначать как H1, H1, H1 и так далее. В результате введенных вот таких обозначений наша энергия перепишется вот в таком вот виде. а дальше мы можем применить так называемый принцип оптимизации. Он заключается в том, что, вообще говоря, мы должны достигать некого экстремума для энергии, соответственно, мы должны найти минимум нашей энергии. А для этого, собственно говоря, что делается? Делается дифференцирование по соответствующим коэффициентам С1 и С2 и состоявляется уравнение, что, соответственно, эта дифференцировка при условии экстремума, она должна быть равна нулю. В результате вот такая вот система из двух равнений у нас получается, которая носит название секулярного уравнения. Для того, чтобы такую вот систему линиевых уравнений решить, составляется определитель. Далее вводится еще одни дополнительные переобозначения. Диагональные члены обозначаются как бета. Не диагональные как бета, диагональные как альфа. В результате определитель еще раз переписывается. И в итоге итогов мы приходим к некоторому вот такому решению, что, вообще говоря, энергией, соответственно, вот удовлетворяющих условию этой самой оптимизации, их может быть две штуки. Так называемые, е плюс и е минус. Или, как это в химии обычно принято называть, связующие разрыхляющие орбитали. Соответственно, для приближенного расчета вот это s можно в этой формуле положить равно 0. и в результате мы получим достаточно такую простую, простейшую формулу, что наша конечная энергия, которую мы ищем для молекулярной уже орбитали, она будет приблизительно очень сильно похожа на атомный орбиталь, только лишь с разницей плюс-минус бета. Где бета, напомню, это и есть переобозначение вот этого h, который является не диагональным. В результате для гомоядерной двухатомной молекулы мы можем, например, опять-таки, пользуясь все так же, продолжая пользоваться нашей моделью построения молекулярных орбиталей, мы дальше что делаем? Мы дальше как раз вычисляем волновые функции. Имея ответ для энергии, дальше все это опять-таки в секулярное уравнение подставляется, находятся те самые коэффициенты c1 и c2, и в результате мы находим, что у нас есть волновая функция для соответствующего значения e плюс и e минус, с учетом нормировки и пренебрегая некоторым перекрытием, в результате мы получаем вот такой вот конечный ответ для волновой функции. И если теперь вот эту всю математику графическим образом представить, то получится, что когда мы начнем делать молекулярные орбитали изотомных, то соответственно 1s-орбиталь даст нам 2 молекулярные орбитали, ну соответственно у первого атома и у второго атома эти 2s-орбитали дадут нам вот такие вот вариации, одну связующую и одну разрыхляющую. Ну 2s соответственно будет аналогично выглядеть. p-орбитали x и y, поскольку обладают одинаковой симметрией относительно оси симметрии молекул, опять-таки дадут нам одинаковый результат, соответственно связующий, разрыхляющий, ну и соответственно pz аналогично. И так можно построить графическую такую визуализацию вот такого метода и для более высоких значений L. Собственно говоря, вот это и есть некий вот такой вот подход. В случае гетероядерных двухатомных молекул все становится несколько сложнее, поскольку опять-таки в случае гемоядерных молекул первое условие сравнимости, сопоставимости энергии выполнялось автоматически. Теперь же нам нужно находить те самые орбитали, которые атомные орбитали, которые будут обладать сопоставимыми энергиями, поскольку атомы-то уже разные. И далеко не всякие суперпозиции будут эффективными. Для примера приведено в данном случае H-хлор и соответственно только лишь одна единственная суперпозиция 1s для H и 3pz для хлора, они дают нам что-то более-менее удобоваримое. Все остальные суперпозиции, они малопригодны в силу тех двух остальных условий, которые были обозначены для метода молекулярных орбиталей. Ну и теперь, конечно же, по аналогии, как это все проводилось с нами в случае атомных орбиталей, когда мы просто нашли орбитали, мы сказали, что на самом деле этого недостаточно для того, чтобы понять энергетическое состояние. Нам нужно было понять еще дополнительное взаимодействие между орбитальным движением и спиновым движением. В случае, когда мы обозначили некую молекулярную орбиталь, здесь будет аналогичная история. То есть это лишь некое начало, но это еще не конечное энергетическое состояние, поскольку опять-таки у молекулы, даже в простейшем случае, также будет присутствовать и орбитальное движение, и спинное движение. И опять-таки между ними тоже будет взаимодействие, следовательно, мы его должны учитывать. По полнейшей аналогии вводятся уже через греческий алфавит орбитальный момент, спиновый момент, полное количество движения. И также вместо численных значений у нас есть греческие буквы. Однако, нужно понимать, что в этом молекулярной нашей конструкции, вот это вот значение, это не сам орбитальный момент, а это его проекция на ось симметрии нашей молекулы. То есть, вообще говоря, молекулярная система настолько сложна, что самый орбитальный момент перестает, как период квантовой механики, быть точным квантовым числом. И он не сохраняется, как они говорят, и, соответственно, хорошим квантовым числом становится уже не самый орбитальный момент, а его проекция на ось. Так вот, его проекция на ось, она и будет вычисляться вот этим вот значением, как здесь указано на рисунке. Соответственно, для спинового движения аналогичным образом мы уже рассматриваем не сам спиновый момент, а его проекцию на ось симметрии. И дальше эти две проекции мы суммируем. Собственно говоря, вот это вот суммирование, оно и будет приводить к конечному взаимодействию. Ну и, конечно же, по аналогии, как и в случае электронных переходов в атомарной системе, у нас существует правило отбора при переходе между различными молекулярными вот этими орбиталями уже в молекуле, и все эти правила также перечислены на данном слайде. Что здесь следует отметить? Следует отметить, вот последние два, они связаны с симметрией. То есть, соответственно, у нас есть разрешенные и запрещенные переходы, то есть вертикальная черта говорит о том, что такой переход запрещен. Соответственно, обозначение плюс, минус, герады, ум, герады, это есть, соответственно, обозначение симметрии относительно операций. Первое, либо это отражение относительно плоскости, которая содержит ось симметрии молекулы, либо это есть операция симметрии относительно некого центра, то есть такая инверсия. Если мы теперь попробуем с вами посмотреть, как же выглядят все вот эти вот всевозможные состояния, то вот в качестве примера приведен набор таких потенциальных кривых, которые, если мне память не изменяет, то это все у нас для молекулы азота. Для Н2 здесь построено, но это не суть важна для какой. Смысл в том, что, опять-таки, это только лишь некая наглядная иллюстрация того, призванная продемонстрировать всю сложность того, как устроено электронное состояние молекул, даже двухатомных. Соответственно, если мы теперь вдруг захотим осуществлять переходы между какими-то состояниями, то есть с учетом перестройки электронных облаков, то мы с вами будем переходить между одним из вот таких вот состояний, из одной вот такой вот потенциальной ямы, мы будем переходить в другую потенциальную яму. Ну и, как вы понимаете, собственно говоря, внутри каждой из этих потенциальных ям присутствуют те самые колебательные состояния, о которых мы говорили на предыдущей лекции. А в рамках каждого колебательного состояния будут еще свои вращательные подуровни. Таким образом, при электронных возбуждениях и при электронных переходах в молекулах у нас происходит так называемый электронно-колебательно-вращательный переход. То есть у нас перестраивается вся молекула целиком. То есть все степени свободы претерпевают некое вот такое изменение для того, чтобы хотя бы хоть как-то понимать и описывать вот такие вот переходы, были сформулированы достаточно такие вот эмпирические правила, которые назвали, был получен на название принцип Франка Кондона, состояли эти правила в следующем. Первое. При электронных переходах в молекулах эти переходы осуществляются настолько быстро, что положение ядер за время перехода не успевает измениться. Первая часть этого принципа. Соответственно, мы с вами получаем так называемый вертикальный переход. Вторая часть принципа гласила следующее, что не только лишь координаты не успевают поменяться, но еще и скорость не успевает у ядер поменяться за время перехода. Вот две вот такие вот части. Этот принцип был сформулирован до того, как сформировалась и оформилась квантовая теория. Поэтому такого представления о том, что существуют нулевые колебания, о том, что у нас там существуют некие волновые функции, которые описывают вероятность нахождения нашей системы в том или ином состоянии, в той или иной месте, в той или иной координате. Этих представлений не было. Поэтому вот те уровни, которые здесь вот сейчас нарисованы, вот эти вот колебательные, и так прекрасно здесь обозначены, собственно говоря, волновые функции для основного электронного состояния, для возбужденного, вот этого всего не было. но вот это вот понимание того, что у нас, соответственно, в начальном момент времени, скорее всего, наша молекула покоится, находится в состоянии с наименьшей энергией, следовательно, она находится на самом дне потенциальной ямы, где-то здесь. Хорошо, переход нужно изображать вертикально. Куда же он попадет? Этот переход, ну, поскольку мы начали с самого дна потенциальной ямы, то и попасть мы должны на точку пересечения с вот этой вот поверхностью потенциальной энергии. И понятно почему. Потому что, как мы помним, эти точки поверхности потенциальной энергии у нас получались, когда мы фиксировали положение ядер. С одной стороны, да. С другой стороны, для осциллятора эти точки являются точками поворота, в которых скорость равна нулю. Ну и, соответственно, поскольку у нас по принципу скорость так же не меняется, как и положение ядер, то мы имеем, что на самом-самом дне этой потенциальной ямы скорость движения ядер была ноль. Имейте в виду относительно друг друга колебательной скорости. Ну, скорость, связанная с осцилляющим движением. Она здесь была ноль. Соответственно, здесь она тоже ноль. И мы попадаем в точку пересечения. Если рассматривать этот принцип теперь уж с позиции квантовой механики, то что у нас получится? У нас получится достаточно аналогичная конструкция. То есть, во-первых, у нас переход так же осуществляется вертикально. И с другой стороны, мы должны теперь уже попадать в область наибольшего перекрытия между нижним состоянием и верхним состоянием. А это, как вы помните, у нас было получено еще прямо на предыдущей лекции, когда мы рассматривали тот самый интеграл дипольного момента перехода, где у нас дипольный момент стоял между волновыми функциями начального состояния и конечного состояния. Так, ну, это как раз та самая иллюстрация принципа хранка Кондана. А это ее квантовая механическая запись. Тот самый интеграл для дипольного момента перехода, собственно говоря, вот это вот R, и описывает вероятность нашего перехода, где у нас конечное начальное состояние, дальше мы можем, поскольку у нас есть еще и принцип Борна-Оппенгеймера, волновые функции начального и конечного состояния представить в виде произведений электронных и ядерных волновых функций. У нас будет запись вот уже в таком виде. Дальше мы можем сделать некое усреднение, как мы это и делали, для электронных состояний. У нас получится уже вот такая запись. Ну, а дальше происходит еще одно некоторое упрощение. Говорится о том, что вот этот вот усредненный дипольный момент, он не сильно зависит от ядерных координат в некотором приближении. И, соответственно, у нас остается только лишь интеграл перекрытия между начальным и конечным состоянием. То есть, собственно говоря, между вот этим и вот этим. Ну и теперь понятно, что поскольку волновые функции выглядят вот таким вот образом, что максимумы у них находятся именно на вот этих вот точках, в этих точках поворота, как еще говорят, что наша система большую часть времени проводит в точках поворота, соответственно, и переход у нас происходит как раз вертикально до вот этих вот точек поворота. Исключением являются только лишь нулевые колебания. Как вы видите, эти решения, как говорят, они симметричные. Описываются косинусами, и, соответственно, мы имеем максимум ровно в центре наших вот этих вот ям. Что опять-таки удивительным образом совпало с предыдущими механическими представлениями, которые вообще, говоря, не верны. Но вот квантовое механическое описание и неверное механическое описание в данном случае приводит к одному и тому же результату. Итак, зачем же вот это вот все нужно было? Зачем нужны были все вот эти вот принципы? К чему все это дело нас приводит? Это нас приводит к следующему описанию. В данном случае, наверное, не самая удачная иллюстрация. Нужно данный рисунок рассматривать вот таким образом. Представим, что мы производим эксперимент, например, по поглощению. Опять-таки, в рамках курса существует такая работа, как электронно-колебательные вращательные переходы поглощения молекулы ЙО2. Соответственно, представим, что мы в рамках такого эксперимента наблюдаем либо вот такую картину интенсивности поглощения, либо такую, либо такую. И, собственно говоря, для разных молекул мы будем наблюдать вот один из этих, скорее всего, один из этих трех вариантов. Либо у нас поглощение будет вот таким вот образом себя вести, то есть будут линии, 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 и все дальше потом будет переходить возле максимума поглощения, все будет переходить в непрерывный спектр. Либо у нас будет поглощение сначала нарастать, потом падать, либо у нас сразу поглощение будет падать. Вот таким вот образом. Возникал вопрос, собственно говоря, почему? И принцип Ранка Кондона был сформулирован для того, чтобы ответить на этот вопрос. Почему наблюдается одна, вторая или третья картина? И из принципа Ранка Кондона стало понятно, что эти картины наблюдаются в тех случаях, то есть вот эти картины, они зависят от того, как между собой располагаются основное электронное состояние и возбужденное электронное состояние. То есть как соотносятся равновесные положения ядер в основном и возбужденном электронном состоянии. В том случае, если у нас реализуется вариант, когда равновесное положение ядер одинаковое, то тогда у нас будет наиболее интенсивный переход 0-0, то есть из нулевого колебательного состояния основного электронного состояния в нулевое колебательное состояние возбужденного электронного состояния. Ну, опять-таки, понятно, что если мы вот эту картинку сместим влево, то эти горбы у нас будут максимально перекрываться, а поскольку мы обычно рассматриваем поглощение из каких-нибудь нормальных комнатных условий, то у нас большая часть молекул находится именно вот в этом вот состоянии. И, соответственно, интенсивность таких переходов будет максимальная. А дальше, соответственно, все остальные переходы, переходы 0-1, 0-2 и так далее, поскольку мы уже переходим снизу вверх, они будут уже менее интенсивными, поскольку просто перекрытие между волновыми функциями вот нулевого колебательного состояния здесь и первого, второго, третьего, четвертого и так далее в колебательных состоянии, в возбужденном электронном состоянии, они будут уже просто меньше. И, соответственно, этот фактор, с одной стороны, заселенности, а с другой стороны, вероятности соответствующих переходов, он будет складываться в результирующую вот такую вот картину интенсивности переходов. Наоборот, если у нас равновесное положение ядера в возбужденном электронном состоянии больше, но не существенно, а просто несколько больше, чем в основном электронном состоянии, то у нас, возможно, такая ситуация, когда переход 0-0 будет менее вероятен, поскольку перекрытие здесь будет меньше, чем переход, допустим, 0-2, вот отсюда во второе состояние. То есть, таким образом, мы видим, что мы по вертикали должны просто найти, с чем у нас наиболее перекрывается. И этот переход будет максимально вероятен. В случае, когда у нас существенно больше равновесное положение ядер в возбужденном электронном состоянии, мы будем наблюдать следующую картину. у нас будут какие-то переходы из нуля в высоко лежащее колебательное состояние возбужденного электронного состояния, но при дальнейшем повышении энергии у нас также будут осуществляться переходы из нулевого состояния уже настолько высоко, что мы будем попадать в несвязанное состояние. То есть, мы будем попадать на вот это вот крыло нашей поверхности потенциальной энергии для возбужденного электронного состояния, но это положение для ядер будет уже не связанным. То есть, в этой точке они начнут разлетаться и не встретят противоположную стенку нашей потенциальной ямы, просто разлетятся и произойдет так называемая фотодиссоциация. То есть, в тех случаях, когда мы переходим из нуля в какое-нибудь вот такое состояние колебательное, мы дальше, вот в эту точку, например, в эту точку поворота, то дальше, начиная двигаться, то есть, наши колебания двигаются, расстояние между ядрами увеличивается, но дальше у нас есть вот такая вот стенка в потенциальной яме, и, соответственно, у нас движение остается фенитным, и состояние есть все еще связанное. А здесь уже это будет нефинитное движение. И поскольку у нас нет никакого ограничения на количество кинетической энергии, которую здесь могут приобретать наши разлетевшиеся уже атомы, поэтому мы получаем непрерывный спектр значений для электромагнитных наших квантов света, которые могут переводить вот в это вот несвязанное состояние. То есть, поскольку не квантуется поступательная энергия, то, соответственно, и все вот эти состояния, они здесь тоже не квантуются. И таким образом уже и не будет квантоваться и электромагнитное звучание, переводящее в эти состояния. То есть, таким образом, наблюдая экспериментально первый, ну, там, третий, второй или первый случай, как они здесь обозначены, мы можем судить о том, как между собой располагаются вот эти вот поверхности потенциальной энергии в основном и возбужденном электронном состоянии. Ну, или, если перефразировать, как между собой соотносятся равновесные положения ядер в основном и возбужденном электронном состоянии. Ну, поскольку слушателей, наверное, так и не появилось, то вопросов сегодня не будет. На следующей лекции у нас будет другая несколько тема. Мы до сего момента достаточно много говорили о различных степенях свободы, о различных переходах, но все время у нас, вообще говоря, рассматривались так называемые переходы, вызванные с поглощением электромагнитного звучания. То есть мы до сих пор рассматривали спектроскопию поглощения. У нас, вообще говоря, существует еще такая немаловажная часть, связанная с спектроскопией комбинационного рассеяния, ну или просто рассеяния. В принципе, если мы захотим попробовать проанализировать спектроскопию испускания, то все наши вот эти вот рассуждения, которые были связаны со спектроскопией поглощения, их, в принципе, можно применить и в обратную сторону. Только мы теперь должны будем учитывать заселенность возбужденных состояний, из которых происходят переходы сверху вниз. А так, в принципе, спектроскопия спускания и спектроскопия поглощения – это и есть, по сути, зеркальные процессы. И логика размышлений, она совершенно одинакова. С точки зрения рассеяния, там логика размышлений уже несколько другая, поэтому на этом хотелось бы сделать небольшой акцент и рассмотреть эти вопросы отдельно. И также мы с вами коснемся процессов флуоресценции. Что это такое, зачем нужно, какими особенностями она обладает и какую информацию из процессов флуоресценции можно получать. Вот. А на этом сегодня все. Эта лекция подошла к концу. Если вы вдруг смотрите эту запись, то спасибо за внимание.